Итак, дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тильви. Тель-Авив стиль жизни. Продолжаем тему Майкл Джексон покидая Неверленд. Видео сразу такое, знаете, дисклеймер-спойлер касательно всех моих видео, что это всегда все мое личное мнение, мои какие-то рассуждения. Я беру те факты, которые мне кажутся интересными с этой историей, и именно их вам рассказываю. Кто хочет получить сухую выдержку информации о чем-либо, я вам оставлю ссылку внизу на женщину, которая занимается вот этим расследованием. Я у нее подцепляю кое-что из того, что именно мне интересно, что вписывается в рамки того, что я хочу с вами обсудить, и об этом говорю. Поэтому если вы ждете не личный рассказ от меня о моих личных взглядах, а ждете какую-то информацию, открывайте это видео, и все остальные даже не открывайте. В большинстве этих видео я рассказываю свои личные истории, потому что очень часто люди мне об этом говорят, что я говорила о себе, я всегда говорю о себе, я блогер, это мой личный канал, я не журналист, который ведет расследование. В этом большая разница. Не ищите у блогеров журналистской работы, это разные две вещи, и никогда одно не будет другим. Хотя нет, журналист, наверное, может быть все-таки блогером, хотя лучше бы журналисты оставались больше журналистами, и меньше несли, знаете, про себя и от себя блогеры, это на то и блогеры, чтобы рассказывать от себя. Закончили с дисклеймерами, спойлерами будущих тем и содержаний, и давайте поговорим о том, что как же теперь, а, не как же теперь, нет, а Опра сняла со своего канала это интервью. HBO хотят тоже прекратить показ. Знаете, мне напоминает этот капюшон, я это вот новое купила, помните, вот это вот фильм Bad, да, Майкла Джексона, когда он приезжает там, да, в свой район, и всем доказывает, давайте я прямо так его одену, да, может будет прямо в тему. Так вот, как это, вышло, прикольно. Так вот, как же теперь это все, вот и HBO снимают этот фильм с показа, они планировали там его дофига и дольше крутить, а тут они вот, они его снимают, и Опра удалила интервью, это со своего канала на YouTube, что же, как им теперь с этим позором? Вы знаете, им очень просто с этим позором, они, если, я думаю, они даже когда это делали, и я не говорю HBO, да, я не знаю, как HBO будет выкручиваться, потому что, на мой взгляд, на HBO должны подать в суд все, кто смотрели этот фильм за то, что они получили моральные страдания, испытали, да, после просмотра этого детского паронографического фильма «Покидая Неверленд», и они должны оплатить моральные вот эти вот страдания всех людей, кто посмотрел. Я не смотрела. Я тут там выдержки читала, смотрела, потому что, ну, надо это как-то комментировать. Так вот. Опра скажет, ну как же, ну HBO уже сделали, ну я же журналист, я всего лишь взяла интервью, понимаете? Она же просто сидела их и слушала, как я предполагаю, да? Она же эту историю не придумала, она дала им платформу высказаться. Она скажет, ну я им поверила, HBO поверили, я поверила. Они же так рассказывают, кто же не поверит? Не она же это сочинила, СОПРА, здесь вообще все понятно. Не она это сочинила, она на этом проехалась. Я про это говорила, почему она на этом проехалась. Потому что ей было проще всего принять это решение. Она денег подняла и решение приняла, потому что никто не может принять это решение. Просто, вот знаете, раз так вскочил с утра и пошел, да, ой, я буду защищать репутацию Майкла Джексона, неважно, что он уже по сути умер, да, как Пол Маккартни, да, сказал, что он с ним дружил, но он не знал его темные стороны, та-та-та-та-та-та. А что вы думаете, сейчас Пол Маккартни кинется защищать, что ли, репутацию умершего человека, с которым он когда-то дружил, и никаких барышей он с этого не получит, рискнет своей репутации? Да нет, конечно. ОПРА сделала то же самое, за красивые деньги приняла. Это всем пришлось, я об этом говорила. Всем известным людям пришлось принимать это решение, потому что ко всем пришли с микрофона и спросили, а что вы думаете. Она это сделала за денежку, и теперь будет как-то так же выкручиваться, но не забудем, что она на всем этом хорошо подняла денег, и это часть ее работы. Снимать, залезать в какие-то журналистские проблемы, из них вылезать, за это все она получает деньги. И ее эти миллионы, которые она получила за это интервью, они уже включают в себя и снять, и загрузить, и раз... как-то культурно сказать. Нету слова культурно, чтобы это объяснить с последствиями, и потом, да, расплатиться. Вот, поэтому ОПРА скажет, ну, меня обманули, меня обманули, и HBO обманули. Вот HBO виноват, что меня обманули. Дальше. Я вот тут думала, опять же, про тот самый факт, про который я вам говорила, что я из журналистской работы, той самой Pearl, которую я смотрю, я беру именно то, что цепляет меня, и то, что подходит под концепт моих взглядов, да, поэтому не ждите выдержку чего-то. Этого не будет здесь. Здесь совсем другой контент. Так вот, она говорила про то, что эти два мальчика, да, они же вещали, что вот Майкл Джексон создал свою корпорацию, типа чуть ли не поставление детей в педофилическое рабство, да, педофильное рабство, к нему, и вот один из этих мальчиков. Я сначала думала, надо запомнить имя этого мальчика, который сейчас уже взрослый дяденька, мой ровесник, имя его, как и что, потом подумала, а кто они такие, чтобы я вообще спускалась и, да, их сраные имена запоминала. Один из них сказал, что вот, вот эта вот корпорация, страшная корпорация Майкла Джексона выудила его, выковырила его из его спокойной жизни и поработила, да, вот в это вот рабство. Но понимаете, в чем дело? Его нашла компания Pepsi, и он подписал контракт не с Майклом Джексоном, он подписал с компанией Pepsi, это была вот эта вся реклама для Pepsi. Его нашла компания Pepsi, и он подписал контракт с компанией Pepsi, и Pepsi его познакомила с Майклом Джексоном. Не компания Майкла Джексона, которая была создана их словами, да, чтобы поставлять ему туда детей, нет, компания Pepsi его нашла. И компания Pepsi, повторю еще раз, познакомила его с Майклом Джексоном. Но понимаете, в чем дело? Правду же сказать нельзя, надо сказать, что это была компания Майкла Джексона, которая его нашла. Почему? А я вам объясню, потому что тогда придется сказать, что та самая страшная педофильная компания, которая занималась поставлением детей Майкла Джексона, это Pepsi. А Pepsi, знаете, его посадят на одну руку, и второй прихлопнет за такие слова, и он будет в долговой яме сидеть отсюда и до самых своих 120 лет. Поэтому это надо было как-то извратить. Но по сути, из того, что он говорит, если мы берем в расчет, что он врет насчет того, что его откопала компания Майкла Джексона и подписала с ним договор, или там, да, наняла его, неважно, и берем это и переносим в реальность, то в реальности это была компания Pepsi, которая искала детей для рекламы, и она его нашла, и она его познакомила с Майклом Джексоном. Значит, с его слов, если берем правду, Pepsi была той огромной педофилической компанией для поставки детей Майклу Джексону. Почему он не скажет, что это Pepsi? Вот вы понимаете, да, на умершего человека сказать можно все, что угодно. На Pepsi сказать нельзя, Pepsi сюда замешать нельзя, примешать, понимаете, будет очень больно и неприятно. Поэтому что люди делают? Они слегка подтасовывают факты. Кстати, Pearl, она выпустила два видео, одно там, по-моему, 40 несоответствий, другое, потом следующее, еще 10. Я по всем проходиться не буду, потому что меня не очень интересуют даже даты, да, там, как бы, которые, там, несоответствие идет в датах, что он говорил там один, что, типа, они провели вместе Thanksgiving, как это, как это, благодарение, да, день. Этого не могло быть, потому что в том году Джексон был в Австралии, знакомился с пятилетним, вторым этим вот мальчиком, который, да, покидая Неверленд. И он там был ни день, ни два, он там был несколько месяцев, и там, несоответствие по датам, что его там насиловали тогда-то, а на самом деле в это время он не был ни на это в награждении. Короче, там полностью, да, это все расходится по датам совершенно, и, как она сказала, возьмите любой его факт, который он говорит, и проверьте, что Джексон в это время просто банально было в другом месте, и очень много таких несоответствий. Я в этом не очень копаюсь, потому что для меня это все понятно и ясно, что там просто все это было, знаете, непроверено и свалено в кучу. И знаете, что я думаю, почему? Мне не дает покоя один вопрос. Мне не дает покоя один вопрос, почему и GPO сделали такую фигню, и не проверили банально, да, как в том видео я говорила, что он там жаловался на тему того, что его насиловали на вокзале, который в Неверленде, да, построен, в те годы, когда этого вокзала не было в природе еще, да, его там в 93-м году одобрили, в 94-м начали или построили, а он жаловался на вот это, да, до 93-го года, потому что после 93-го года он уже стал взрослым, понимаете, а претензии к тому, что Джексон был педофилом, именно интересовали его дети до периода взрослений, не бывает такое, что и то, и после, либо до, либо после. И говорили о том, что, да, он менял мальчиков, которые взрослели, та-та-та, но выходит, что когда тот мальчик был в возрасте, когда Джексон типа предпочитал их, и его насиловали на вокзале, вокзала этого не было. Как мне один человек написал, ну, он просто ошибся комнатой. Он не ошибся комнатой, потому что не было этого здания вообще. Нельзя ошибиться комнатой, если нет этого здания вообще. Да, я была в башне Трампа в 1850 году в комнате номер 20, ой, номер 21. Не важно, что дома еще этого не было, вообще в помине, но я вот перепутала между 20 и 21, они напротив, перепутала. Дома не было, вы понимаете, этого здания не было. Так же, как компания Пепси нашла этого мальчика, привезла его, познакомила с Джексоном. Ну, нельзя же сказать, что компания Пепси была той самой страшной корпорацией, да, выходит так. Надо сказать, что это была специальная компания Джексона, которую он организовал, специально для, создал специально для поставки ему детей, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, по сути, его нашли Пепси и подписал он контракт с Пепси. Короче, вот такого вранья много, и сказать правду он там не может, как вы понимаете, да, против Пепси ты не попрешь, потому что яички-то маленькие, да и ты понимаешь, какие там не о яйцах даже идет разговор, а просто тут ежу понятно, что с Пепси не надо идти на конфронтацию, потому что они тебя сотрут, вот, короче говоря, такая вот история. Большое спасибо всем за внимание, не забывайте, да, если вы поклонники Майкла Джексона, посмотреть плейлист из всех моих видео на такую тему, на эту тему, не только на Китай, на Эверонт, у меня там есть разные другие видео, я думаю, что вам будет это приятно и интересно. Вот, все, всем пока-пока, не забывайте лайк, пока.